Самый большой, технически оснащенный и современный в Сургутском районе. Кажется, именно так и должна была закончиться многолетняя история с главным долгостроем муниципалитета. Культурно-досуговым центром в Белом Яру. Объект начали возводить больше 10 лет назад. Средства на строительство выделялись в том числе из окружного бюджета. Однако сложная экономическая ситуация как в стране, так и в регионе привела к тому, что работы были заморожены. Начать вновь пытались несколько раз, но по различным причинам продолжить строительство все не удавалось вплоть до 2021 года. Так долго фирму, которая бы взялась довести проект до конца, не могли найти из-за сложности объекта. За годы, что КДЦ был полупустым безжизненным зданием, поменялись строительные нормы. Да и время конструкции на пользу не пошло. Жизнь в культурно-досуговый центр вдохнули. В конце мая на торжественной общественной приемке присутствовала губернатор Югры. О том, какой объем работы проделал подрядчик. Как именно будут использовать КДЦ и когда в нем начнут проводить первые занятия. Расскажем в заключительном материале программы «Новости. Главное» на этой неделе. Так культурно-досуговый центр в Белом Яру выглядел в начале мая 2021-го. Подрядная организация, которая возьмется за завершение объекта, начнет работу на площадке лишь через полгода. Долгое время за КДЦ не хотела браться ни одна фирма из-за повышенной сложности задачи. Времени было упущено много. В первую очередь причина была в изменении строительных норм. Кроме этого, сама конструкция осела, из-за чего необходимо было укрепить фундамент. В противном случае здание не выдержало нагрузки. Было предписание, обследование. И здание уже достаточно с 2014 года сильно осело и не выдерживало тех нагрузок, которые на данный момент должно производить. Здесь будут люди. Это как минимум необходимо для безопасности населения Белого Яра. За два года подрядчик проделал колоссальный объем работы. Укрепил фундамент, заменил окна и внешнюю отделку здания, установил емкость для ливневой канализации, благодаря которой на территории культурного учреждения и прилегающих к нему участках не будут образовываться лужи. Преобразились все без исключения внутренние помещения. Подлатали и кровлю. Торжественная приемка объекта состоялась в конце мая этого года. Этот объект очень важен не только для белоярцев, но и для жителей всего Сургутского района. А сделано было очень много. Это знаменитый долгострой. 18 лет его строили. Пришлось увеличивать стоимость муниципального контракта. Пришлось авансировать застройщикам, чтобы мы сегодня в торжественной обстановке открыли этот значимый для всего района объект. У нас, наверное, беспрецедентное здание, самое современное звукотехническое оборудование, огромный LED-экран. Поверхность нашей сцены – это профессиональный линолеум, который может принимать даже балетные трупы международного уровня. Стоимость всех работ, что провели в культурно-досуговом центре в Белом Ярум – 900 миллионов рублей. В итоге получился самый большой в Сургутском районе КДЦ площадью порядка 8,5 тысяч квадратных метров. Так что творчеству тут точно есть где разгуляться. В новом здании также есть сцена и зрительный зал на 300 посадочных мест с современным звуковым и видеооборудованием. Два хореографических зала, помещение для проведения небольших мероприятий на 50 мест, площади для концертной и творческой деятельности. Открытие вот этого центра – это не просто событие, это еще в какой-то степени, как я воспринимаю, извинения перед жителями и Белого Яра, и Сургутского района в целом. Потому что Белый Яр – это ближайший к городу крупный населенный пункт, который, по сути дела, на протяжении всех лет, и этот центр в том числе, были как раз местом, где происходили все самые важные события. На торжественной общественной приемке побывал и губернатор Югры. Наталья Комарова отметила, что завершить объект удалось благодаря совместной работе местной администрации, правительства региона и нефтяников. Мы все вместе, компания, а нефтяники тоже участвовали в создании этого объекта, поэтому тут еще один пример проектного решения, когда мы все вместе объединяем все возможности и получаем такие результаты. Кроме помещения для занятий творческой деятельностью, в центре также разместились отдел ЗАГС и самая большая библиотека Сургутского района. У ней хранятся 60 тысяч экземпляров книг. Пропускная способность – 170 человек одномоментно. Также, по словам Андрея Трубецкого, в учреждении будут проводить занятия для подрастающего поколения, а после выдавать сертификаты о прохождении курсов по аналогии с молодежными резиденциями. Я житель Белого Яра. Я прожила в поселке Белый Яр полвека практически. И у нас была всегда мечта, хотя бы дом культуры немножечко преобразить. Вот то деревянное здание, оно было введено в эксплуатацию в 1972 году, но оно такое уютное. Но когда появилась возможность, согласовали проект и началось строительство, это было здорово для всех жителей. Но немножечко какие-то были проблемные моменты, и вот наконец-то свершилось. Благодаря Андрею Александру Трубецкому. Это его детище. Да, это вот ему памятник, я скажу, живой памятник. Творческий сезон в культурно-досуговом центре планируют начать с сентября. В планах использовать площадку не только для проведения районных мероприятий, но и принимать гостей из разных населенных пунктов округа и других регионов нашей страны. Виктория Анисимова, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное».